Джеральд Даррелл Что Джеральд Даррелл писал и для самых маленьких Все о малыше, щенячьей радости, открытии и недоразумения Написано как раз для маленьких читателей В этой книжке собраны 4 истории О щенке по имени Малыш История первая Малыш идет в зоопарк Следующая называется Малыш и море Третья Малыш спасает всех И последняя пикник для малыша Повествование идет от лица щенка И начинается со знакомства с семьей В которой живет Малыш Привет! Я щенок Малыш У меня есть семья Ник, Сьюзан Мама, папа и дедушка Нам весело жить всем вместе В каждой истории Малыша ждут удивительные открытия Забавные совпадения Настоящие щенячьи приключения Истории о маленьком щенке Не только занимательные Но и познавательные Например, в первой части Малыш отправляется в зоопарк Где знакомится с различными животными Он беседует с птицами Слоном, жирафом С тигром и львом, обезьянками И многими другими В этих беседах Малыш узнает Об особенностях Внешности животных Среда обитания Их характера А это кто? Прямо передо мной Стояла по колено в пруду Незнакомое животное Огромное Пеликанское Размером С целый автобус Я даже немного испугался Животное было все серое И морщинистое С большими Волнистыми ушами А нос у него был похож на шланг Серый и длинный И тоже сморщенный Я спросил Вы кто? Я слон И голос у великана был тоже великанский Как гром Я самое мудрое животное на свете И самое большое Больше меня только синий кит Но он живет в море А вы где живете? Спросил я слона Я на суше В Африке А в Индии живут индейские слоны Они мои родственники Я глядел сего слона целиком И спросил Вам, наверное, приходится много есть Да? А как же? Силы-то надо поддерживать Я ого-го сколько всего съедаю И сено, и репу, и фрукты И хлеб, и морковку Я подумал и сказал У меня бы не получилось быть слоном В каждой истории Малыш становится героем Так в зоопарке он спасает черепаху от поезда Что это? Я вскочил Это я, черепаха Просипел камень Который оказался не камнем Я иду на ту сторону Там мой дом Малыш Ко мне спешили Герой, подумал я В конце каждой истории По приезду домой Щенок мчится к своему другу Черному дросту Он торопится рассказать О своих приключениях за день В конце дня Малыш забирается в свою корзинку Каждый член семьи Приходит пожелать ему Спокойной ночи Дома я сразу добрался Свою корзинку А Ник, Сьюзан Мама, папа и дедушка Все по очереди Приходили меня погладить Они говорили мне Какой я молодец Что спас черепаху И я уснул Как герой Усталый Но счастливый Так у ребенка Формируется понятие О необходимости Самостоятельно мыслить В сложной ситуации И помогать тем Кто попал в беду А еще Можно сформировать Хорошую привычку Беседовать с ребенком О событиях Маленького озорника Этот удивительный Непосредственный Озорной щенок Найдет дорогу К сердцу Каждого читателя А иллюстрации Инны Папородны Увлекут не меньше Чем сами истории Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok